Дорогие зрители, новые видео теперь можно посмотреть на площадке ВКонтакте. Для этого необходимо у себя на странице перейти на вкладку «Сообщество». Далее вам необходимо по поиску найти название нашего канала «Анатомия пейзажа Алексея Ефремова». После того, как вы на него перейдёте, вы увидите следующее. Краткая информация о том, как теперь будет происходить выкладка видео и где можно будет его посмотреть, то есть во вкладке «ВК Донат». Для того, чтобы стать подписчиком, необходимо нажать на кнопку «Поддержать» и вы получите предложение подписаться. Выберите вариант оплаты. Мы по-прежнему не рекомендуем подписываться на год. Итак, друзья, вступайте в наше сообщество «Анатомия пейзажа Алексея Ефремова». Подписывайтесь в донаты и мы надеемся, нам удастся выходить в прежнем формате. До новых встреч, удачи вам, смотрите нас! Стоял, писал эту работу, люди подходят, спрашивают, а как вы назовёте эту работу? А был Первомай как раз. И название так и родилось. С первомайским приветом! Выходит на демонстрацию старый дом Елизарева. И вот эти яблони, которые я все жду, сейчас вот зацветут. И здесь будет вообще лепота. Девушек рисуете, сказала мне прохожая дамочка. Да я говорю, я вообще-то не ради девушек тут, конечно. Ну, держался, нарисовал. Вербное воскресенье. Такой подход через передний план. Был такой невзрачный, серенький денёк. Но вот эти вербы, они спасли положение. Сегодня пол шестого вышел в поисках сюжета. Обошёл пол города и вернулся к дому. Так и не торкнуло ничего. Кто-то сейчас пока собирался, эти веточки погасли. Ну, попробую сделать такой сюжет. Вот надо брать, наверное, без неба. Будет на фоне этого тёмно-синих отражений. Тёмно-синих отражений домов. Светящаяся майская зелень. Дальние дома берём таким локальным пятном. Можно вертикальные видны такие. Мне-то кажется. Таких сюжетов не писал, но вот интересно. Такая стена вот получилась. Синяя. Сейчас вот отражение набрать интенсивное. Они вот так гореть будут на фоне тёмного. Попытаться надо будет сделать. Вот зажглись эти веточки, которые я и хотел уцепиться. Сейчас для них вот я делаю этот такой насыщенный подмалёвок. В надежде, что они засветятся в таком фоне. Дальние веточки, которые они засветятся в таком фоне. Без оранжевого на таком синим как-то не сделать, видимо. Добавляю оранжевого. Потому что это противоположный цвет к синему. И он подчёркивает свечение. Он потребовало усилить ещё тон дальнего. И цветность, и священность. Для того, чтобы... А иначе не загорятся эти веточки. Графика вот этих веток спасает положение. И делает какие-то привязки такие. Не снимал, потому что думал, что я вообще выброшу. Как очень сложный такой для меня оказался сюжет. Ну, сейчас вижу, что начинаю выкарабкиваться. Так что, может быть, ещё надежда есть. Главное проследить вот эти окончания. Здесь, если пятно может быть бесформенное такое, то надо, чтобы окончание имели... Хотя бы что-то имело форму. Тогда здесь может быть более такое обобщённое. Ну, вот, после какого-то времени мучений сначала ходьбы получился какой-то такой результат. Есть тут, конечно, какие-то открытые цвета, вот эти жёлтые. Это, наверное, надо сейчас в мастерской прийти и посмотреть уже без натуры, просто отдельно на работу. Но, конечно, сюжет замечательный, мягкий такой, воздушный, светоносный, настоящий майский молодозелени, что называется. Субтитры создавал DimaTorzok